Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, театрал Дракулу дают в театре у моста в ближайшие выходные. Знаю, что охотники, поклонники, любители театра у моста очень любят эту постановку. Хотя очень неоднозначны были о ней отзывы. Но сегодня Дракула это почти те же самые мастеры Маргариты, на которые некоторое время назад, лет 10 назад, в театре моста было просто не достать билетов. 21 декабря сразу три раза будет поставлен Дракула. Показан в 14, 18 и 21 час, а также в 23, 58. И 22 декабря три раза покажут спектакль. Этот в 14, 18 и 21 час. Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут. Возрастная категория 12+, вход по билетам. Кто такой граф Дракула, думаю, никому рассказывать не нужно. Известнейший персонаж, кстати, я когда читал Дракулу, мне очень понравился эпиграф к этому роману. Написано «Не любай, не слушай, а врать не мешай». Большой зимний концерт в арт-кафе «Эпоха» состоится в ближайшие выходные. Концерт Владимира Виноградова. Там будут исполнены актуальные песни за этот год. Плюс несколько сюрпризов и старых вещей, знакомых и не очень специально. Также ожидается появление специального гостя на этом мероприятии. Но раскрывать все карты Владимир пока не станет. Это маленький концерт 21 декабря, 18 часов, в арт-кафейне Нолначарского, 35, возрастная категория 12+. Большой новогодний Red Market, одно из крупнейших мероприятий ближайших выходных, связанных и с боготворительностью, в том числе и с выставкой достижений наших дизайнеров, рукоделов, умельцев. Традиционно собирает под свои крыши интересные марки одежды, молодых дизайнеров со всей страны, пермских рестораторов, бьюти-специалистов, лекторов, музыкантов. В общем, огромное количество разных интересных, ярких людей. Да, в том числе, например, музыкантов. Потому что, например, в первый день маркета будет московская певица Лиза Громова со своей новой пластинкой. Два дня, 21 и 22 декабря, будет идти Red Market на заводе Шпагина. Вход тоже по билетам. Дети, кстати, до 12 лет и пенсионеры бесплатно. Обязательно стоит сходить. Хохловка предлагает новогодние приключения всем своим посетителям. Все выходные до Нового года. Я думаю, что и после них можно съездить в этот момент. Да, там, скорее всего, обязательно будет Рождество. В гости к Дедушку Морозу приедут друзья с севера, привезут с собой увлекательные народные игры Карелии и Якутии. Участники программ научатся играть в валеночный хоккей. Смогут сыграть... Кстати, а кто не умеет играть в валеночный хоккей? Надел боты, валенки, взял клюшку и во двор, если нет льда. Ну, в общем, можно будет испечь блинчиков, которые тут же съесть, попить чайку с душистыми травами. Все это в Хохловке 22 декабря. Начало в 12 часов. Возрастная категория 0+. Ну и вход по билетам самой этой самой Хохловки. Ярмарка народного творчества, дорогие друзья. В ТРК Спешилов стартовала и, видимо, проходит в эти минуты. С 20-22 декабря с 10 часов на третьем этаже Спешилова 114. Абсолютно в свободный вход. Здесь тоже можно посмотреть, познакомиться и приобрести себе в коллекции, ну или для друзей, на подарки. Образцы народного творчества. Неповторимые сувениры, аксессуары, игрушки ручной работы и так далее. Ярмарка новогодних подарков пройдет на Пермской ярмарке. Бесплатный вход. Она с сегодняшнего дня начинается с 20 декабря и продлится вплоть до 29 числа с 10 часов утра. Здесь и костюмы, и маски, и пирожные печенья, и открытки, и пуховые, и меховые, и трикотажные изделия. В общем, все разнообразие подарков в одном месте под крышей Пермской ярмарки. Не стоит это пропускать. Ярмарочная неделя и в ТРК семья. Около 100 мастеров представят кожаные аксессуары, авторские украшения, игрушки ручной работы и так далее. Опять же, с сегодняшнего дня и вплоть до 29 декабря во второй очереди первый этаж. Фот, естественно, абсолютно свободный. Мероприятие, которое я посещу непременно, это новогодний Котофест. Самый новогодний, самый пушистый праздник для тех, кто по-настоящему любит животных. На Котофесте вас будет ждать больше 20 котиков из приюта Матроскин, а также новогодняя ярмарка с интересными вещами, живая музыка, благотворительное кафе с вкуснейшим зимним меню, мастер-классы по декору, изготовлению новогодних игрушек и еще много чего интересного. Это все развернется в ТРК «Разгуляй» на Пермской 7, вход туда тоже свободный. Для любителей выставок хочу обратить внимание, достаточно давно она уже идет, тайна клада из дома Лары. Все мы помним о том, что у нас тут нашли недавно клад. Вот увидеть его можно будет в ближайшие выходные, весь декабрь, не только выходные, с 10 часов в доме Мешкова. Вход по билетам в дом Мешкова. Вот такая вот картина у нас на выходные складывается, а мы вынуждены попрощаться. Друзья, спасибо за внимание, хороших вам. Не дает сказать ни слова, ну ладно. Всем хороших выходных, исходите куда-нибудь, куда посоветовал Артем. Пока.